Вяжут, 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 распускают, вяжут, 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 распускают, вяжут, вяжут, а в итоге ничего Вот мой огромный свитер, я совершенно его сделала не таким, как планировала в начале Это будет такая большая накидка с широкими рукавами Это у меня плечо, туда вот он вниз уходит Он у меня составной, из разных цветов сделан Такой свитер колор блок, можно сказать Это у меня альпака 100% от Sadness Garden Я про нее несколько раз рассказывала и в прямом эфире в инстаграме рассказывала, очень советовала эту пряжу Здесь у меня, вот смотрите, так как я вяжу, начинала вязать отсюда и вот так туда вверх То здесь у меня, я оставила открытыми петли, чтобы потом их поднять И вот здесь их добирала, чтобы был тоже открытый наборный край такой Здесь я потом все это подниму и буду рукава вязать Так, вот я вязала-вязала, распускала Что у меня получилось? Я думаю, что я с вами его и закончу, потому что он, конечно, долгий Но я думаю, у меня еще есть время до того момента, как я планировала это видео выпустить Так, вот этот разрез у нас, видите, когда я вам его показывала, вот он Здесь у меня есть желтые вставки В кадр он, конечно, не знаю, полностью невозможно впихнуть его в кадр Вот, и сейчас я буду вязать вот этот такой фиолетовый блок Здесь сделаю еще один рукав И я уже, конечно, жду, не дождусь этого момента, чтобы немножко переключиться с основного полотна на Magic Loop Потому что я буду Magic Loop вязать рукава И, кстати говоря, вот здесь я сшила трикотажным швом незаметным Тут еще вот эти нити, но я их потом вытащу Потому что оказался слишком большой разрез рукава изначально Я немножко переделала, уменьшила вот этот разрез И сегодня я уже сделала вторую дырку для рукава А оказалось, что не довязала спинку, поэтому распустила И продолжаю вязать Сейчас фиолетовый, потом дырка, потом уже это Так что, вот, вяжем Кстати, давайте я вам покажу, что вообще изначально планировалось на спицах Планировался вот такой трехцветный свитер с разной длиной низа Разными рукавами И я планировала разными узорами делать То есть я думала, что здесь будет у меня резинка Рукав тоже резинка, здесь какие-нибудь раны Я уже знаю, что у меня совершенно другая модель на спицах, конечно же И отказалась я от нее Не потому, что она какой-то проигрышной оказалась А просто потому, что я нашла именно модель такого свитера Который мне бы очень захотелось иметь И это совершенно не эта модель, придуманная мной Вот эту вот я просто из головы взяла У меня такой из H&M свитера есть Я вот его буду вязать именно по той модели Вот, поэтому, как видите, все в процессе у меня постоянно меняется У меня нет ничего такого, что я точно зафиксирую и буду именно так вязать Я все вяжу из головы, где-то фантазирую Сейчас я, кстати, покажу вам пряжу Вот эта пряжа Еще раз повторю, это Sadness Garden Альпака, покупала на сайте пряжа.ру Она очень тоненькая Это 100% альпака Очень бюджетная, я бы сказала И здесь у нас 50 грамм на 110 метров Вот, я пока ей максимально, насколько возможно, довольна Вот, образец у меня там чуть-чуть подрастянулся, по-моему Вот, так что продолжаем вязать Вот, я закончила вторую полочку Закрыла уже петельки То есть у меня остались только рукава Вяжу я их Magic Loop'ом И просто, видите, они разноцветные Я тут посчитала Примерно, это у меня тут 500 рядов на 300 петель У меня, короче, получилось 150 тысяч петелек всего Вы можете себе представить? В общем, вообще, конечно Труд адский Но я вот очень жду, конечно, когда я постираю Потому что вы видите, какая неровность И, кстати говоря, в одном из прямых эфиров Я говорила о том, что я хочу попробовать Повязать классические изнаночные петли Уже провязав бабушкины Потому что я много-много вязала бабушкины петли И потом я решила классические Что у меня получилось? Не думаю, что очень видно Но, в принципе, вот смотрите Вот, видите, вот эта полоса Вот она идет Вот это такая не очень заметная полоса Вот это у нас здесь идет Такие классические петельки То есть лицо, естественно, я провязывала как лицо А вот именно изнанку провязывала классика Несмотря на то, что здесь я все вязала бабушкиными И здесь я вязала бабушкиными Вот, и посмотрите Я не могу сказать, что намного ровнее Или чем-то отличается Может быть, чуть-чуть присутствует какая-то ровность Именно такая Но точно так же, как и здесь То есть здесь вот эти вот Видите, такие выпады, выемки Точно так же и здесь вот они присутствуют Это все, скорее всего, уйдет и разгладится после стирки И, собственно, мы это и проверим То есть у меня остались только рукава Я еще в процессе выдумки Потому что я думаю, либо их вязать вот так по прямой И такими же оставить краешки Вот так как он весь такой у меня загибается Чуть-чуть такой вот, да, неопрятный То есть здесь тоже оставить именно так же Либо все-таки его сократить и перейти уже к резинке Я еще думаю над этим Мне почему-то кажется, что я все-таки широкими оставлю Потому что у меня очень мало таких рукавов И я думаю, что очень подходит вот именно под такой силуэт Ну, дальше продолжим Я не знаю, как его сфоткать для инстаграма Вообще красиво Потому что моего фона Это по совместительству стол с имен обеденной Не хватает Я думаю, что я уже на себе буду фотографировать, когда закончу Я вам покажу его на себе чуть-чуть попозже Но в целом вот я его закончила И покажу вам какие-то маленькие детали Которые я доделала Он уже постиран И на самом деле, к моему удивлению Он почти не изменился в размерах Вот рукава, кстати Обратите внимание Рукава, так как я вязала их magic loop То есть я не использовала изнаночные петли В вязании рукавов И посмотрите, как ровнее лежит альпака По сравнению с вот этим полотном Где были использованы изнаночные ряды Конечно, после стирки все это исправилось И почти нет каких-то незаметных Ну, почти эти все погрешности, они незаметны Вот рукава я все-таки решила Я спрашивала вашего мнения в инстаграме Какими сделать рукава Кто-то предлагал расклешенные Я все-таки решила их вот так заузить И они не полной длины Они приблизительно три четверти получились Ну, собственно, как я и хотела И вот этот край основной Я тоже прикетлевала Вот здесь у нас кетлевка сделана По краю, собственно, чтобы он не загибался И чтобы край гармонично смотрелся, во-первых, и с рукавом Ну, и как-то такой более фабричный вид Вот, ну, давайте посмотрим его теперь на мне Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok